Всем привет! Я очень рада, что ты заглянул на мой канал. Заходи почаще, ведь у меня подборки на любой вкус. Надеюсь, я спасу тебя еще не на один вечер, ведь я постаралась и подобрала для тебя лучшие сериалы с Бурака Щевид. Надеюсь, они придутся тебе по душе. Ну что, начинаем? Итак, пятое место. Брат мой. Это увлекательный турецкий комедийный сериал с элементами драмы, повествует истории о нелегких взаимоотношениях двух родных братьев. Отношения между ними всегда были напряженными, потому что после смерти матери отец много работал. Они втроем ездили по деревенским свадьбам и провели детство как кочевники. Отец взвалил ответственность за Азана на плечи Хакана. Братьям, которые не общались долгое время, приходится увидеться на похоронах отца. По окончании церемонии оба планируют опять вернуться к своим привычным будням и больше не пересекаться. Однако, любимый папа оставил им видеозавещание, которое переворачивает всю их жизнь с ног на голову. Теперь нашим героям, видимо, придется налаживать давно утерянные взаимоотношения. Четвертое место. Любовь похожа на тебя. Искренняя история любви, которая не может не поразить зрителя. В главных ролях известные турецкие звезды Бурак Ащевид и Фахрие Эвджен. Нашего героя зовут Али, он простой рыбак. Она – красивая девушка, которая приехала в город и устроилась работать в кафе. Али нравится многим местным красоткам, которые совершенно не скрывают своей симпатии. Однажды Денис лишается крыши над головой, и Али любезно предлагает ей пожить в его пустяющем доме. Так начинается увлекательная история дружбы и любви двух молодых людей. Но внезапно на преграде их частью встает прошлое Денис. Ведь парень совершенно ничего не знает о девушке. Смогут ли влюбленные расставить все по своих местах, остаться вместе, жить счастливо и беззаботно. На третьем месте Королек Птичка Певчая. Этот турецкий телесериал понравится многим из вас, а особенно тем, кто любит смотреть сериалы турецкого производства. Ведь согласитесь, в них есть некая изюминка. Что касается сюжета, то он разворачивается вокруг молодой девушки по имени Фериде. После смерти отца ей пришлось жить вместе со своей тетей и ее сыном Камрианом. Казалось бы, здесь нет ничего особенного, но дело в том, что Фериде по уши тайно влюблена в Камриана. И как бы это банально не прозвучало, оказывается, Камриан тоже любит Фериде. Спустя некоторое время молодые люди готовятся к свадьбе. Перед свадьбой Фериде встретилась с пожилой женщиной, которая рассказала ей о Камриане очень неприятную новость. Выяснилось, что у парня в одной из европейских стран есть девушка. Фериде уезжает из города и поселяется в небольшой деревушке. Впереди ее ждет много испытаний. Долгое время девушка не могла найти свою вторую половинку, но после встречи с военным врачом согласилась выйти за него замуж. Он просто пожалел бедную Фериде и решил защитить ее от нападок жестокого общества. Прошло некоторое время, и главная героиня сериала решила побывать в родных местах, где когда-то она встретилась с Камрианом. Там девушка выяснила, что ее возлюбленный так и не женился после бегства своей невесты. Фериде начала подозревать, что старуха ее просто обманула, когда рассказала о любовнице Камриана из Европы. Впереди возлюбленных ждут новые испытания. 2 место. Черная любовь. Одна шахта, одна трагедия, унесшая огромное количество человеческих жизней. Одна история страстной любви и мести. Один известный турецкий актер, ранее завоевавший любовь зрителей. Главного героя картины зовут в сериале Кемаль. Он обычный рабочий мужчина, шахтер. Впереди его ждут сложнейшие испытания, свалившиеся на него внезапно, в результате которых его в жизни произойдут большие перемены. История влюбленной пары была изумительной. Кемаль и Нихан – люди из разных слоев общества, находят свою любовь, но практически сразу же на их пути возникают сложные жизненные препятствия. Несмотря на все сложности и испытания, которые преподносит судьба для этих молодых людей, Кемаль и Нихан любят друг друга и готовы бороться за свою любовь. Сериал, занимающий первое место, повествует о правлении султана Сулеймана Великолепного и его страстной любви к украинской красавице Роксолане. Согласно канонам исламской веры, султан мог иметь четырех законных жен и столько наложниц, сколько сможет содержать. Путем интриг, подкупа и умелого обольщения украинская красавица стала женой султана. После принятия ислама она получила имя Хюрем. Она была не только искусной любовницей, но и умной, интересной собеседницей, хорошо разбирающейся в искусстве и государственных делах. Чтобы реализовать свои амбиции в султанате, Хюрем устраняла всех, кто мог бы ей в этом помешать. Телесериал снят по материалам исторических хроник и документов этой эпохи. Турция, Средние века, бесконечные войны, захват земель, уничтожение и пленение противников. Сериал был показан практически во всех странах мира и везде получил самые высокие телерейтинги. Итак, первое место – Великолепный век. Если ты просмотрел это видео до конца, то напиши в комментариях, и я обязательно тебе поставлю сердечко. Это были все подборки сегодняшнего дня. Надеюсь, вы спасены. Ну а я надолго не прощаюсь. До скорой встречи!